Добрый вечер, мы продолжаем страшную историю страшного Влада Цепиша, Дракулы. Наталья Ивановна Басовская, и я теперь, Алексей Алексеевич, так испугался, что я не могу, у меня просто, да, вот, просто я не могу дальше слышать эту историю, он знает, чем это дело кончится, и все художества, и его, и над ним, страшная история. Страшная жизнь, да, добрый вечер. Ну, и можно я задам вопрос сейчас, и, знаете, я посмотрел, сколько фильмов было снято о Дракуле. Бесконечная литература. Да, и литература, так вот о литературе будет у нас вопрос. Во-первых, я предлагаю вам договор с вампиром, это Джин Калаверидис в Москве Эксму выпустил в 2009 году, и досье Дракулы Джеймс Риз в Москве Эксму. Это вот две из массы всевозможных... Дракулитические. Да, да, Дракулистики. Да. Дракулистики. Вот, а вопрос у меня такой, вот первое литературное произведение, самое первое, и очень популярное оказалось во многих странах, даже и у нас. Здесь вот просто вот, как послы приехали, сразу схватили, и эту штуку увезли сюда. Посвященная Дракуле. Да, да, посвященная Дракуле, именно литературное, не описание его правления, там такое, не хроники, а именно литературное. На каком он языке было написано? Вот скажите, пожалуйста. Вопрос непростой. Вот, но этот язык был весьма распространен. Вот на каком языке это было написано? Пожалуйста. И у нас первые десять, вот как раз, Дракулологов, вот те, кто знают об этом, и Дракула Филов, наверное, есть и такие, они получат две таких книжки, десять человек. Вот. Хорошо. Продолжая нашу историю, я хочу сразу, Сергей Александрович, да, прежде всего подчеркнуть, напомню в двух словах то, что было в предыдущей серии, но хочу подчеркнуть, что, конечно, в реальной жизни Влада Третьего по прозвищу Дракула, это было его прозвище, никакого вампиризма не наблюдалось. Это исключается совершенно. И это яркий случай того, как литература и литературный образ победил, победил образ реальный, вытеснил его. Некие зацепки для того, чтобы вот считать его исключительно жестоким, но это тоже вопрос. Был ли он исключением из своей жесточайшей эпохи? И историки об этом специалисты спорят. Ну, какие-то зацепки есть. Но никакого вампиризма, ни о каком вампиризме речи не было. А во времена, когда образовалась мода, XIX век, на спиритические сеансы, повышенная мода, это всегда в какой-нибудь мере было, на всякие колдовские процедуры, это даже было модно в салонах. И в это время появляется книга Брэма Стокера «Граф Дракула», 1897 год. Писатель Стокер считался до этого совершенно заурядным. Он издавал рассказы. Никто. Да, некий... Честно говоря, я хотел мягко. Никакой не писатель. Рассказы, повестушки, которые никого не интересовали. А что, конечно, можно расценивать, как пишут специалисты, даже несколько мистически, что это произведение, в нём его литературный талант как будто бы вдруг поднялся над самим собой. И тоже объяснить это невозможно. Я ещё раз советую своим нашим слушателям книжку «Граф Дракула. Опыт описания». Авторов Татьяны Михайловой и Михаила Одесского, профессора РГГУ, одного из замечательных специалистов области, литерат, Михаил Павлович. Он велик. Да. Просто, да, он замечательный. Да, он написал... У него не менее десяти названий его трудов, сугубо научных, посвящённых именно вот этому образу Влада Третьего. И вот ещё есть книга «История Румынии», что очень характерно и интересно. «История Румынии», изданная в 2003 году на русском языке. Вот называется так. «История Румынии – точка». А дальше «Подлинная история Влада Цепиша». То есть, чтобы большим спросом пользовалась история не самой, ну, может быть, известной, не самой знаменитой страны, они приписали, что в ней, в этой истории Румынии, есть подлинная история Влада Цепиша. А вот, на самом деле, это сборник трудов историков XIX века, русских историков по истории Валахии, Молдавии и Румынии. И там же не очень обширная, но достаточно подробная биография Влада Дракона. Можно одну скобочку открыть. Мне здесь присылают масса ответов и ни одного попадания. Друзья мои, я не зря сказал, что она так популярна сразу стала у нас тут, при Иване Третьем, так сразу популярна. Ну, уже подсказку дали. Нет, ну это... Сейчас найдут. Но не тот. Но не тот. Понятный, но не тот. Сейчас найдут. Но не тот. Ну, пусть найдут. Мне очень хочется, чтобы нашли хотя бы 10 человек. Ну, хорошо, это литературный персонаж. Словах напоминаю его реальную жизнь. Влад Третий был сыном правителя, господаря так назывался, правитель Валахского княжества, правителя Валахии Влада Второго, сын своего отца. Родился в 1431 году. Валахия переживала это княжество, сравнительно небольшое, переживала очень трудные времена. Оно было зажато между католической Венгрией, стремящейся тоже подчинить ей Валахию, а Валахия православная. И Влад Третий был православным, подчеркиваю. И Османской Турцией, с востока-запада. Они просто в клещах. И то, и другое государство, там Габсбурге, в Венгрии, а здесь Османская империя. И покорена уже, покорен уже, допустим, Константинополь. Мехмедом Вторым в 1453 году. То есть огромные силы. И между ними это сравнительно небольшая православная страна, которую каждый из этих двух хочет покорить. А в результате бесконечное маневрирование между ними, правителей Валахии, и попытка сохранить свою самобытность, свое лицо превратиться со временем в национальное государство. Очень нескоро, очень нескоро станет Румыния самостоятельным национальным государством. Многие-многие десятилетия и века даже она будет бороться за это право. Но сегодня мы знаем, такое государство и такая нация существует. Важнейший момент его судьбы, этого Влада Третьего, то, что он в возрасте 12 лет оказался по воле отца, маневрировавшего между врагами в заложниках, вместе с девятилетним братом, Мир, ой, простите, Раду, Мирча был старше, и он остался при отце, в Валахии. А эти два мальчика, Влад и Раду, попали в заложники ко двору турецкого султана. Сначала Мурада Второго, а затем его юного сына и будущего покорителя, Константинополя, Мехмеда Второго. Какие жестокости они там видели, это нетрудно представить. У нас была передача о Мехмеде Втором, и я рассказывала, что вот его личный жестокость не знал границ. В прошлый раз кое-что напоминало спарывание животов ровам, чтобы найти съеденную дыню. А вот еще подробности. Он был очень пытливый, это я слышал. Талантливый, разносторонний. Это я с трепетом слышал, когда ехал. И бесконечно жестокий. Когда он сменил своего отца, отец умер, значит, теперь он молодой султан, его пришла поздравить молодая, последняя жена его отца, и стала поздравлять, и изъявлять покорность, боясь, конечно, в свою жизнь. Он ее принял очень ласково. А в это самое время его слуги выполняли его приказ и топили в бассейне ее ребеночка. Вот это Мехмед Второй. И вот при этом дворе мальчик провел четыре года. Это не могло не сказаться на его натуре. Мы остановились на том моменте, как он, побыв господарем, очень мало, всего месяц. Затем был отстранен от этой должности. Это первый раз. Да, первый раз. Отстранен от престола. Вынужден был бежать. У него был поворот судьбы. Султан не только не прикончил его при дворе османском, что могло быть, за колебания его отца между Венгрией и османами, а вдруг решил его использовать. Вдруг решил его использовать. Поворот судьбы такой был. Когда Владу было 17 лет, султан приказал ему отправиться в Валахию, дал конницу турецкую и захватить там власть, считая, что все-таки, хоть Влад и не перешел мусульмастов, в отличие от своего младшего брата, Раду принял мусульмастов и стал фаворитом султана. Этот нет. Но его решили использовать. Отправляйся, мол, захвати престол валашский. Нашими руками, нашими конями. Он это сделал. Атака турецкой конницы была внезапна, но удержаться там ему не удалось. Были очень серьезные соперники, как раз с западной стороны. И Влад Господарем пробыл меньше месяца. Вернулся его предшественник, ставленник Яноша Хуньеди, венгерского регента, венгерского двора Владислав II. Он и с остатками войск, венгерского войска, потерпевшего поражение вместе с группой союзников, в очередной раз на Косовом поле, несчастное место для центральноевропейских народов, как и примерно сто лет назад поражение. Но остатки войска были, и он разбил Влада, этот Владислав II. Влад был вынужден бежать. На этом месте мы остановились. Он бежал сначала в Турцию, но пробыл там очень мало. Не хотел, не хотел становиться реальным подданным турецкого султана. Через очень короткое время он доказал, что он враг, отчаянный враг Османской империи. Затем Молдову где очень подружился с правителем, будущим правителем Молдовы Штефаном. Он его предаст, потом снова вернется. Ужасная жизнь. Они все мечутся, они все пытаются, и Молдова пытается быть самой собой, и Валахия пытается, и у Венгрии свои проблемы, и туча с Востока в виде Османской империи. Очень трудное время. И в итоге Влад вернулся, обратился к правителю Венгрии, Янушу Хуньиди, недружественному ему человеку. Но Януш Хуньиди последовательный борец с Османской империей. Все-таки вот это выбор Влада Третьего. Он попросил Януша Хуньиди, ну, своего, в общем-то, врага. В данном случае есть враг страшнее, как говорили, в одном фильме. Да, принять его на службу. Он был принят на службу и возглавил, как когда-то его отец в начале своей карьеры, пограничные войска в Транссильвании. Хуньиди, это был 1455 год. В 1456-м, при поддержке Хуньиди, который вскоре умер от чумы, одержав крупную победу над турками, Влад Третьи снова стал второй раз господарем Валахии на этот раз на целых 6 лет под сузеринитетом венгерского короля Ласла V, потому что с подачи Хуньиди. Через два года после того, как Влад стал господарем Валахии, в 1458-м, королем Венгрии стал матерь Хуньиди, матерь Корвин, который был в очень остро напряженных отношениях с валашскими господарями, потому что некогда именно он, матерь, с подачи брата Влада, старшего брата Мирчи, приговорил Хуньиди к смерти за поражение, которое Хуньиди потерпел от турок, а этих поражений было полно. Приговор потом был отменен, но такое не забывается, тем более, что вскоре и отец Влада, Влад II, и его брат Мирчи, Мирчи был энтузиастом того, чтобы наказали Хуньиди, погибли, погибли от рук своих же воевод, которые были им враждебны. Это, ну, времена, как война рос в Англии. Воеводы их нагнали, Мирчу пытали. Почти так даже и происходит. Почти синхронно. Нужно такой вот фильм снять, синхронный ужастик. И там страшно, и здесь. И не знаешь, где страшно. Игра престолов такая. Абсолютно. В общем, сходных процессов. Борются за самостийность, отстаивают свои позиции против внешней угрозы. И вот когда воеводы схватили Мирчу, старшего брата Влада III, они его пытали и закопали в землю живым. Почему? Только Влад жестокий. И отца нагнали и тоже прикончили. Это не забывается. И ко всему этому причастен матьяш, сын Яна Шахунеди, младший сын, матьяш Корвин, который тоже пришел к власти после большой борьбы. Это отразится вскоре на ближайших событиях в жизни Влада Дракулы. Я только хочу напомнить, забыл это сделать с самого начала, но сейчас тоже уместно нашим радиослушателям, почему он Дракула. Его отец, Влад II, был, желая угодить императору Священной Римской империи и королю Венгрии, Сигизмунду I, мрачной фигуры. Тот, по чьей воле сожгли Яна Гуса, предатель всех и вся, и борец за все короны. Он хотел корону Священной Римской империи, германской нации, корону Венгрии, корону чешскую. Просто помешательство на коронах было. Резко такой отталкивающий человек. И все-таки, желая ему угодить, отец Влада стал энтузиастом ордена Дракона, который создал Сигизмунд. Сигизмунду подходит создать такой орден. Внешне это рыцарский орден, но с внутренней, видимо, антиосманской направленностью. Но образ Дракона, значок, был в этом ордене очень популярен. Раздавались знаки, вешались на цепи изображения Дракона. И я в тот раз говорил, даже на церквях новых на стенах могли изобразить этого Дракона, что народу не нравилось. Тем более, что на тогдашнем языке румынском, валашском Дракул, так звали прозвище отца, по этому ордену Дракул, это дьявол. А Дракула получается сын дьявола. Вот бедный этот Влад Третий обречен на такие приключения, которые случились в его дальнейшей жизни, в том числе в литературном образе. Каким образом Влад Третий снова по прозвищу Дракула занял валашский престол? В конце лета 1456 года в Англии кровопролитие войны рос вовсю. Три года назад условно закончилась Столетняя война и тоже бесконечное кровопролитие. Это такой момент жизни Европы. Он, Влад Третий, перешел к Карпаты с небольшим отрядом и сразился с войском Владислава Второго, ставленника венгерских королей, ставленника Януша Хуниди, уже покойного. Хуниди только что умер от чумы. Есть версия, что Влад Третий лично убил Владислава. Значит, месть за брата и отца, это ставленник Хуниди, по милости этих Хуниди совершил ужасная судьба Мирчи и Влада Второго, скорее всего убил лично. Но это не есть проявление какой-то отдельной личной жестокости. Это идея мщения за отца, который в эти времена он обязан. Он обязан. Итак, 6 сентября 1456 года Влад Второй по прозвищу Дракула стал вторично господарем в Аллахии. На этот раз ему 25 лет и на этот раз до 31 года 6 лет он будет находиться на престоле. Чем отмечено его правление? Это очень существенно. Сначала он был вынужден как его преемники платить дань туркам. В Аллахия это В Аллахия. У нее престол, у нее господарь, но они находятся в вассальной зависимости от Османской империи. Подтверждение вассальной зависимости это выплата дани. Здесь платились деньги, конечно, и поначалу Влад даже отвозил эту дань лично. Дорогу в Турцию он знал, и в Турции ориентировался неплохо. Бывший заложник. Но кроме денег они брали дань кровью, как называлось. 500 мальчиков в год. Так пополнялись ряды турецких янычар личной гвардии турецкого султана. Это очень существенный момент. С 1461 года отказался платить дань турецкому султану. Он понимал, что отказ от этой дани означает, от уплаты этой дани войну. Что предстоит война сравнить на небольшой Валахии с гигантом Османской империи. Что делать? Он собрал в войско все мужское население, начиная с 12 лет. Он стал брать в войско крестьян. Сохранились несколько грамот об иммунитете деревням. Есть грамоты. То есть он давал им свободу, за это забирал их свободных людей в свое войско. Боярам это не может понравиться. Вот готовится очередное его падение. Для бояр валашских это потеря доходов. Вел постоянную войну на границах. Войну, в которой османские войска несли большой урон. И вот в этой пограничной войне на границах Валахи, в Трансильвании, он начал проявлять то, что потом превратится в раздутый миф о его необыкновенной жестокости. Почему цепишь? Колосажатель, колопротыкатель, всех турок, плененных в этих пограничных войнах, они непрерывно ведутся. Вот они живут в постоянном ощущении войны на границе. Всех турок, захваченных в этой войне, он приказывал сажать на кол. Потом возникли рассказки. Я объясню, почему. Его будут сознательно пытаться опорочить и превратить в какое-то чудище. А здесь пока беспощадная расправа с врагами. Он начал партизанскую войну. Такое его сравнительно небольшое войско может противостоять войску Османской империи, конечно, только методами другими, в частности партизанской войны. Засады выжигали с деревни опять, рано или поздно, это не порадует его подданных. Выжженные деревни, из них крестьяне ушли в войско, бояре потеряли всяческие доходы, бояре все больше становятся его врагами, приближая очередное после шестилетнего правления падение влада. Вооруженные, освобожденные крестьяне и горожане, борьба за усиление центральной власти, все это настраивает бояр против него. На границах он сдерживает турок, пускает православных из соседних, например, из Болгарии на территорию Валахи, твердо стоит на позиции враг Османской империи, защитник православия и христианства между Габсбургами и османами. Да, вот такой Влад Цепиш и последняя часть, а также и раскроем тайну, на каком языке было написано первое литературное произведение о Дракуле, это все через пять минут. Вот как мы не старались спрятать правду, а вы тоже, я имею в виду слушатели, на каком языке на каком языке было написано самое первое литературное произведение художественное во всяком случае о Дракуле. Язык церковнославянский, который был литературным языком в Аллахии тогда, потому он так быстро пришелся, и когда... Это языком документ. Да, 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 ну, потрясающе я сегодня поглядел, я вообще не так, как мои дети филологи-русисты знаю, язык, ну, потрясающая штука, конечно, очень интересная вот такая вот небольшая повестушка, откройте в интернете, есть текст, так что можете почитать, а вам предстоит еще почитать Джеймса Риза, досье Дракулы, и еще договор, простите, с вампиром. Всех поздравляю, читайте на здоровье, даже на ночь, если у вас хватает мужества. И все-таки при этом помните, что описанный в этих художественных или сколько-нибудь художественных произведениях Дракула-дракон, Дракула-вампир, это все-таки литературный образ, а мы продолжаем говорить о реальном человеке. Итак, шестилетнее нахождение Влада Третьего по прозвищу Дракула, из-за того, что его отец имел прозвище Дракул, входя в орден Дракона, вот какая судьба. И вампиризма тут никакого. Шестилетнее правление, я сказала, чем оно было отмечено, оно было незурядным, и почему оно должно было возбудить недовольство бояр против него. Но его противостояние туркам было твердым. Кроме пограничных войн, вершина, его попыток противостоять Мехмеду Второму, а Мехмед вошел в силу, стал уже зрелым, страшным победителем Константинополя, претендующим на величие. Мехмеду кажется, что он уже властитель мира. После того, как пала Византия, Восточная Римская империя, вроде еще впереди только кусочек былой мировой державы римской, и он по тогдашним понятиям был бы властителем мира. И вот ему противостоят эти, вечно еще ссорящиеся между собой центрально-европейские государства, христианские, но не единой конфессии, православной и католическим. Вершина удач Влада, после того, как он перестал платить дань, Мехмеду, очевидный враг, это событие 17 июня 1762 года, которое вошло в историю под названием «Ночная атака». «Ночная атака» Влада III против армии Мехмеда II дерзкая, странная, оригинальная, с применением хитростей, ловкости, в общем, и очень внезапная. Цель его, как есть версия такая, есть данные об этом, главная цель была ворваться в стан турок, очень внезапно, их не ждали. Даже дерзость немыслимая. Это не противостояние двух армий, а войску, сравнительно небольшое, валашского господаря, который вдруг бросается, как на большую крепость, это район столицы валашской торговище, ворваться в лагерь турок, он мечтал, что он лично доберется до шатра Мехмеда и убьет его своей рукой, как он, видимо, убил своего соперника Владислава Второго. И это получилось бы, если бы не началась цепь предательств, которые спустя короткое время его совершенно погубят. Его начинают предавать молдавский правитель, его бывший ближайший друг. Ну и, конечно, огромная оппозиция внутри валашских подданных его. Короче, предательство не позволило ему выполнить его план. Предали друзья союзники. И сразу активизировался младший брат Раду, ставленник Турции, тот, кто принял мусульманство. И он начинает борьбу за власть. То есть, раздувается и начинается гражданская война. Влад Третий бежит в Венгрию. Опять в Венгрию. Некуда деться. К матюшу Корвину. Уже в надежде на то, что теперь, как победитель Турок, в общем-то, в этот момент у него европейская известность, как у полководца противостоящего, дерзкого, отчаянного, бросившего все силы своего княжества против турецкой угрозы. В общем-то, Венгрия боится турецкой угрозы. Польша боится турецкой угрозы. Это страшная жизнь, как, в общем-то, под постоянным гнетом такой идеи, что завтра, если они бросят все свои силы, кто знает, Мехмед может устроить то же, что с Константинополем. Поэтому он бежит в Венгрию к королю матюшу Корвину. Он уже бежал, раньше в Венгрию его принимали в 1462 году. Бежит от недовольства бояр, от предательства былых друзей, от гражданской войны, которая начинает и раздувает его брат. Ну, по идее, должен быть принят, как и прежде, иди опять обороняй границы. Но вдруг происходит невиданное. Влад Третий арестован по приказу венгерского короля. обвинен в контактах с турками и заточен в суровые тюремные условия в замке. Да, он проведет там немало. 12 лет. Это срок, между прочим. Никакого суда не было, что характерно. Резоны, о которых начинало догадываться, им подбрасывали эти разговоры, резоны все были словесными, словесными. Были несколько документов, которые абсолютно признаны фальшивыми. Итак, было первый резон, письмо султану. Якобы Влад Третий написал султану Мехмеду Второму письмо, в котором каялся и предлагал союз. Подписи Дракулы под этим текстом нет. Текст сохранился, но подписи Дракулы там нет. Все специалисты признают это фальшивкой, которая, ну, оправдывала матяша, почему он держит этого опасного валашского полководца в заточении. Второй резон, он позже чуть-чуть возник, чувствуешь, надо чем-то подкрепить. Была создана версия обвинения в неслыханной жестокости во время похода в 1457-60-го года, пограничные войны в Трансильвании. Слухи о том, что он карал не только турок, но и мирное население. Тут еще вытащили на свет Божий какие-то рассказки. Они в это время, видимо, вовсю и сочинялись. Появились анонимные тексты с какими-то вот рассказками о нем обвинительными. Плюс поэма немецкого автора Михаэля Бихайя. Я сейчас объясню, почему это появилось. Анонимная брошюра об одном великом изверге. Вот он великий изверг. В частности, вдруг появляется рассказ о том, что некогда, когда он был господарем, а не сидел в тюрьме. К нему пришли представители турецкого султана, ну, группа послов как бы, естественно, там поклонились, но с головы свой головной убор не сняли. Им задается вопрос придворными Влада, почему не снимаете головной убор? Они говорят, в наших традициях, в наших понятиях головной убор снимать нельзя. Ах, так, якобы Влад, приколотить им эти головные уборы головам гвоздями. Вот такой страшной смерти погибли послы. Возникает целый комплекс этих рассказов о его увлечении тем, чтобы посадить человека на кол. И как бы затем даже уже безумный рассказ. И среди посаженных на кол врагов он приказывает поставить себе стол и за ним принимает пищу, наслаждаясь зрелищем вот этих ужасов. Все это столь литературно. Тут уже ощущается литературность, что это ясно, что это восходит к этим самым рассказкам. Отчего же так понадобились эти рассказы? Те специалисты, которые всерьез занимаются Владом Третьим, предполагают, что здесь был резон очень понятный. Влад стремился возглавить до своего заточения, конечно, очередной крестовый поход. Рассчитывал на поддержку папства. Папа Пив Второй передал матяшу, королю Венгрии, значительные средства на организацию этого крестового похода. Но средства исчезли. Как все знакомо? Распилили. Крестовый поход не состоялся, как бы рассосался, а Влад рвался его возглавить. И матюшу очень удобно заточить его, обвинить во всех страшных грехах, обвинить в контактах с турками и замять вопрос об исчезнувших средствах на крестовый поход. Валахия фактически подчинена Турции в 70-х годах 15-го века, оккупирована турками. Угроза дальнейшего продвижения турок страшно велика. В итоге очередной римский папа Сикс IV объявляет себя сторонником решительной борьбы с Османской империей и для этого нужен Влад Цепеш. Тот, чье имя привлечет, тот, кто непримиримый борец с турками. Даже рассказка о приколоченных тюрбанах, приколоченных гвоздями, все, он отступить назад не может. Какое бы письмо ни показывали, фальшивое, что он враг турок, тысячи турок посаженных на кол, это ясно. И вот при участии папы Сикста IV, Влад III внезапно освобожден из тюрьмы. При условиях. Первое. Оно не оглашалось, но все понимали, что оно главное. Возглавить борьбу с турками. Владу 40 лет. Второе. Перейти из православия в католическую веру. Понятно, раз римский папа его вызволяет, то римский папа пользуется любым подходящим случаем, чтобы утвердить позиции своей конфессии. Но пункт третий, он поразительный. Такой же обязательный. Женить бы на двоюродной сестре короля матяш. О великом изверге король матяш хочет свою сестричку, пусть и двоюродную, но родственницу, отдать замуж за великого изверга. Вот это свидетельство того, что рассказки и фантазии о великом изверге были, конечно, раздуты врагами Влада III. Еще и подходящее прозвище это драконическое и так далее. Матяш хочет породниться с великим извергом. Надо сказать, что до этого Влад III никогда не был женат. Но есть рассказы, опять, не очень надежные, что у него была, ну, не венчанная, но любимая жена подруга, от которой у него был ребенок. Но вот в этих перипетиях борьбы, пограничной, войны, в очередной момент, когда он терпел поражение, а он знал поражение и многие поражения, он бежал в очередной раз, стремясь скорее захватить ее с собой, но не успел, и эта прелестная девушка бросилась с какой-то самой высокой башни, самой высокой стены, чтобы не попасть, что-то фольклорное в этом есть, чтобы не попасть в руки турок. Что-то фольклорное есть, но фольклор опять показывает, что его резоны для ненависти к Османской империи были многогранны. 1471-1476 последние годы жизни Влада Третьего. Он сначала с новой семьей по принуждению живет сначала в Праге. Король Венгрии, матяш, предоставил ему очень достойное жилище в виде дома в Праге нигде нибудь. Но все же затем он просится отправить его в Трансильванию родную, ведь он там родился в Трансильвании в глубинке. Снова оборонять границы от турок. Опять призрак крестового похода, которому он готов был руководить 10 лет назад 1462 году перед арестом и заточением. Князь Молдовы Штефан, который предавал его, и король Венгрии матяш, который заточал его, опять объявили себя его союзниками, в то время, как 12 лет назад они его оба предавали, а еще раньше до того были друзьями до гроба. Вот как-то напоминает реальную жизнь события, ну, реальные события у многих жизни, предательства, дружбы, но в эту эпоху оно все было окрашено в кровавые тона. Войска союзников в 1476 году вторглись в Валахию, в его любимую Валахию, взят Тыргавиште, древняя столица Валахии. Со временем это станет Бухарест, который как раз Влад основал как военную крепость. Эта крепость осаждена и взята, Бухарест тоже взят, был основан еще в 1459 году Владом. Только в 1659 он станет столицей Валахии. С трона свергнут один из ставленников в Венгрии Басараб Лайота тоже, конечно, не хотел покидать престол, но успехи военной Влада взят Торговишты, взят Бухарест, то есть завтра двинемся в крестовый поход, свергнут Басараб Лайота и 26 ноября 1476 года Влад Третий в третий раз становится господарем Валахии. Все-таки очень яркая и трудная судьба. Вот когда была здесь передача у нас Алексея Алексеевича, она, по-моему, была точно, не с вами, Сергей Александрович, а может, вдруг с вами, не помню, о частном английском короле Геннех VI, безумце, у которого... Нет, не со мной, не со мной, но это... Да, но это ужасная жизнь. Как это в драмах Шекспира показано? Мальчиком коронован английской короной и французской короной. Свергнут с престола английского, снова коронован, снова свергнут, снова коронован, трижды коронован. И это несчастнейший человек. В сущности, Влад Дракула счастливым быть назван ни при каких условиях не может. Парень, он свирепый, вообще-то, честно говоря. Свирепый, да. Безусловно. Ну, так, не больше, чем в этих местах вообще свирепство велел. Первый раз к своей эпохе. Там тоже не гуманисты были. Адекваты к своей эпохе. Не матери, но что Генрих восьмой английский не свирепый? Ну, да, но это чуть-чуть попозже все-таки. Только что казнили, допустим, Томаса Мора, он сидит завтракает с Анной Болейн и говорит, ты виновата, ты меня подговорила, а через короткое время Анна Болейн будет на этой же плахе. Ну, она-то его и подговорила. Да, но здесь, он и сказал, но здесь больше кровавости, больше кровавой жестокости. И вот это может быть это, если протянуть какую-то тоненькую литературную ниточку к литературному образу, то может быть вот эта жестокость, откровенно кровавость, вот эти жестокие, это посадить на кол, это не просто казнь, это изуверская казнь. Один раз... Ну, а четвертовать, мы с вами разбирали четвертование почти в подробностях. Да, сначала постараться, чтобы он еще был жив, чтобы еще... Да, конечно, тоже веселая казнь. Чудовищно. Вот была передача Болтера и Релли, я не стала зачитывать приговор. Вот я помню, как вы отказались зачитывать. Ужасен. А это, между прочим, это стандартная процедура четвертования. И там написано, какой орган, в какой последователь отсекать, а потом... Величайшее счастье, когда этого избегали. А потом трепыхающиеся тела еще и подвесить. Остатки того, что было от человека. То есть эпоха, конечно, невероятная. Чем кончилось это его третье господарство? Ничем. Это немного больше месяца, и он просто убит. Видимо, заговорщиками. Видимо, вот теми, кто его так возненавидели во время управления. Теми, кто снова боялись, бояре, что снова будет освобождать крестьян, они же возвращаются на прежние места. Это его враги. Или, или, есть вариация, или турки подослали к нему убийцу. И третье... Ну да, а куда подослали? Он убит в лес православного монастыря. Вот, очень удивительная история. Зимой монастырь на острове, труднодоступный, там его потом и похоронили. Труднодоступный, что его туда погнало, вот в разгаре этой его попытки в третий раз стать господарем? Версия, и опять же, только версия, что он обратно, тайно возвращал себе православную веру. Он проявил такую твердость православия во время заложничества, что вынужденный после 12 лет согласиться на католицизм, он не мог принять это сердцем. Существует русское анонимное сочинение сказания о Дракуле воеводе. Предположительный автор Федор Васильевич Курицын, дипломат, фаворит Ивана Ивана Третьяна, пересказал ту древнюю, анонимную, да. Ну, он почти сразу пересказал Курицын. И вот, цитирую, это сочинение, которое считается, написал Курицын в 15 веке при Иване Васильевиче. Король-матеж послал в темницу к Дракуле передать, что если хочет он быть в бунтьянской земле воеводой, так в Аллахе называется, как и прежде, то пусть примет католическую веру, если же не примет, то умрет в темнице. Вот как прямым насилием он переходил в католичество. Версия о том, что вот это его визит в разгаре зимы на очень трудное, малодоступное место православного монастыря, куда вообще трудно добраться, он на острове. Снег, подтаявший снег. Зачем? Это версия, что он пытался и, может быть, вернулся обратно в православную веру, но был убит. Версии есть и другие. Какой-то группой. Версии смешные. Его увидели, приняли за турк. Да, это было замечательно. Это могло быть, когда в полубое или набросились. Мне очень нравится продолжение этой версии. Увидели, приняли за турка, увидели там множеством копий, пронзили его, увидев, кто это, расстроились. Расстроились. Да, не в полубое. Увидели фигуру, чуть ли не где-то на краю обрыва и подумали, что турк. Ну, на бредовой версии абсолютно. Считалось, рассказывали, что его голова была отрублена теми, кто его убил. То есть, скорее всего, все-таки это турецкие ставники. И отправлена его голова к Мехмеду II. В Меду. Да? В Меду. И была выставлена, а так они так практиковали. Да. И была выставлена на колу в центре Константинополя. Значит, думают, что это во всяком случае инспирировано турками, но может быть это бояре. При поддержке бояр-врагов. Такие силы смыкаются. Для турок этот человек опасен, потому что он готов возглавить очередной крестовый поход, вдохновляемый папой римским. Он не нужен такой предводитель. Это ясно. А бояре, ближние окружающие, они помнят его правление, в котором очень многое их не устраивало. Ради борьбы с турками. Он идет на меры внутреннего характера. Это вот иммунитет деревням, крестьян, войска, то, что абсолютно не может устроить бояр в эту эпоху. Эпоху только начинающегося у них осени средневековья. Это еще почти их средневековая история. И потому крестьянство, принадлежащее боярам, дающее доходы боярам, это их ярчайшая реальность. Без этого им трудно жить. Итак, реальная история Влада Третьего по прозванию Дракула вот такова. Голова выставлена на площади в Константинополе, который именно Мехмед Второй переименовал Стамбул. Но он тут же начинает жить фольклорную жизнь, слегка наметившуюся еще при нем. О нем пишут... воеводы Мунтянского Влада. В анонимных трудах, в авторских трудах. К его несчастью как раз в это время, к его несчастью, распространено книга печатания, тиражирование этих произведений. Для его репутации к несчастью. Были времена, что написано, какая-то рукопись враждебная ему, кто ее прочтет. А теперь тираж. Но большая трагедия максимальная ждала его через много веков. В 19 веке. Тогда в 1897 году вышел роман. Как вы говорите, никакого английского автора Брэма Стокера, Дракула, граф Дракула. Но он потом стал каким-то из-за этого. Он издан и на русском языке, кто захочет ознакомиться сам. Жизнь, реальные, положенные в основу этого романа, я посмотрел. Проступает там чуть-чуть, но только чуть-чуть. Но больше всего проступает из экранизации. Это как раз у Дракула, Брэма, Стокера, Фрэнсиса Форда Купполы, где специально вставлены эпизоды жизни реального Влада Цепиша. Но не один он такой. Наталья Ивановна, ваш добрый приятель Жиль Дере тоже такую имел. Замечательный полководец, рыцарь. Да что синяя борода? В общем жизни оказывается это случается. Хорошо. Всего доброго. До свидания.